Ну что, наверное, может быть несколько деталей, как начинали. Это как сейчас уже, сейчас 23 центра покрываются Москву, кроме Новой Москвы, где, ну, надеюсь, через год, может быть, с небольшим что-то уже будет. У нас классическая сейчас инфарктная сеть, как во всех, ну, в большинстве европейских стран. Она на данный момент работает, ну, может быть, стоит сказать немножко, какие были трудности, как просили сегодня говорить о трудностях, когда, особенно были трудности, когда мы начинали. Потому что классическое время от первого медицинского контакта до открытия артерии должно быть меньше двух часов. А если оно больше двух часов, как вы знаете, надо вводить тромболитик. Ну и тогда в Москве, в общем, так и работало, что все-таки практически все больные получали тромболитическую терапию. И только потом у некоторых делали ангиопластику. И абсурдно, что иногда бывало, что даже в двери больницы, вот, недалеко прямо больной приезжал и вводили тромболитик. Сылаясь на стандарты, извините. А? Сылаясь на стандарты. Да, да. Ну, вот. И когда мы попытались вот это сломать, то, в общем, все говорили, ну, что вы, ну, ничего не получится, просто из-за трафика в Москве. Это еще тогда не перекладывают тротуары, а все равно страшно было, что, и совершенно справедливо, да, скорая помощь, и все говорили, что, ну, мы не можем гарантировать вам, что мы уложимся, и что мы привезем меньше, чем за час. Потому что время тогда было среди, медиана была 72 минуты, и гарантировать, а разброс еще больше, и гарантировать, что мы точно успеем, за час скорая не могла. Но сейчас можно раскрыть секрет, все-таки вот как удалось сдвинуть, и они от страха, что не успеют привезти, все равно вводили тромболитик. И тогда вот долго мы уговаривали, ну, сказали, что давайте, ну, даже если вы не успеете, мы вам гарантируем, что вас никто не будет ругать. Мы, ну, вот, давайте попробуем, ну, не уложитесь, ну, только не вводите тромболитик, только, пожалуйста, везите. И действительно, и вот надо сказать, что вот эта часть, она сразу переменила вот такой маленький секрет. И, в общем, замечательно, что большинство протяжки успевало и укладывалось в это время. Почему мы вот так позволили себе наружать пятницу минуту? Потому что мы понимали уже, что внутри больницы мы наверстаем. Мы вот это время скомпенсируем, и оно уже было время, потому что суммарно это доестье, время дверь-балон. А время дверь-балон уже было ничего, то есть, когда, ну, мы натренировали команды, да, с самого начала, то оно было иногда и 10 часов время дверь-балон. Ну, просто не было привычки делать все быстро, да, и поэтому иногда больно лежало несколько часов, и его, особенно после тромболитика, боялись братья. Ну, вот натренированные команды, это было уже где-то 50 минут, 48 минут. Ну, и потом начали дальше тренировать, и на сегодняшний день, я считаю, время оптимальное, 38 минут. И, может быть, даже не стоит его сокращать, то есть, бороться вот сейчас за сокращение, потому что в некоторых больницах даже дают среднее время, там, 12 минут. Но за 12 минут не успеешь с больным поговорить, вот оно и будет, что при аппетитете будем стентировать. Вот, и поэтому я думаю, что здесь правильно, что время, разумное время 30 минут, это вот нормально, чтобы поговорить, чтобы не ошибиться с диагнозом. Ну, вот за счет этого 30 минут мы вот не выиграли, но на сегодняшний день, в общем, я считаю, что с доставкой все нормально. Ну, вот все временные сроки, они на сегодняшний день, ну, мы не выжмем все-таки в Син при Большой Москве за 10-15 минут, мы никогда не будем доставлять. Хотя сейчас вот с выделенной полосой все-таки тоже получше как-то немножко стало. Ну, вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Количество ангиопластик выросло практически до 90%, это брестными. И летальность упала до 7-ми при стеме. Конечно, хочется здесь быстрее. Вы видите, что кривая, она все-таки идет вниз, вот так, как положено, классическая кривая, которая расходится. Но, ну, вот здесь мы, хотелось бы, чтобы снизилось до 5%, но думаю, что, видите, поскольку все-таки она снижается, мы этого достигнем. Сложнее с инфарктом без подъема СТ, ну, как профессор Альберт вчера показывал, инфаркт второго типа не всегда надо нам опинировать, да, поэтому здесь нам и не нужно 90% иметь первичных ангиопластик. Ну, на сегодняшний день в Москве 56, но я думаю, что все-таки 70% надо достигнуть. Летальность 5,5, ну, вот для данной ситуации очень дольше сюда попадают и тяжелейшие больные, при этом с комармитностью, да, они часто намного тяжелее, тоже, как мы вчера видели, что, в принципе, у них летальность в отдаленном прогнозе точно выше, чем у больных со СТМИ. Ну, в целом, я считаю, что вот эти цифры уже, они как-то нормальные, приемлемые, но, конечно, есть куда здесь стремиться к лучшему, и по дистанцированию прежде всего, и потом часто это многососудистое поражение. В целом, картинка вот такая, которую мы имеем суммарно. Количество ангиопластик. Вот здесь интересно, что упало количество ангиопластик в Москве при больно-престном инфаркте миокарда, но получается, что оно упало за счет того, что просто уменьшается вообще количество больных с инфарктом. Видимо, это вот наши годы уже работы, они привели к такому результату, что большинство больных уже, уже нет таких тяжелейших больных, которых мы видели вначале, их редко встретишь с таким тяжелым многососудистым поражением, да? Очень многие уже поступают сцинтированные и получающие нормальную терапию, и дезагрегантную, и статинную, в общем, реально работает. Ну и, наверное, вот не велели хвастаться, но я вот тут чуть-чуть похвастаюсь, что все-таки, я считаю, что самый значительный результат – это снижение в три раза, в три раза уменьшилось число умерших людей от инфаркта миокарда с 2013 года по настоящий момент. Это суммарно вот как бы и снижение инфарктов, и профилактика повторных инфарктов, поэтому, в общем, здесь нормально. Вот количество больных с повторными инфарктами тоже значительно уменьшилось, ну и, в принципе, уровень смертности от БСК в Москве тоже уменьшилось. Ну и мне не разрешили сегодня говорить про инсультную сеть, это мое любимое, поскольку у нас еще два докладчика будут на эту тему. Но все-таки, значит, я считаю, что это такое самое, может быть, интересное, что произошло в кардиологии, простите, Николай Антонович, что произошло в кардиологии за последний год в Москве. Это то, чтобы мы стали очень дружно работать вместе с неврологами. Мы работаем сейчас как одна команда, и на базе существующей уже системы сосудистых центров, и в том числе имеющих опыт работы в инфарктной сети, что интересно, потому что уже люди натренированные на быстрые действия, да, и быстрые возможности оперируют. Вот это уже опыт вот этой быстрой, немедленной работы мы использовали вместе в инсультной сети, отобрав те центры, где не меньше двух ангиографий было, и где были уже подготовлены специалисты. Сегодня вам об этом подробнее расскажут.